Последние недели две большая часть звонков, которые поступают, поступают от коллег и партнеров. Они спрашивают, как у меня дела. 30 марта мы полностью приостановили деятельность компании и не принимаем новых заявок на организацию путешествий. В этом видео я расскажу, что сейчас происходит в туризме, кто пострадает больше всех, какие меры принимает бизнес и государство, что необходимо сделать для спасения отрасли и что с ней станет после того, как все восстановится. Что сейчас происходит в туризме? А происходит следующее. Туристический рынок встал. Люди сидят дома, никто никуда не едет, продаж нет. Всемирный совет по туризму и путешествиям говорит, что пандемия коронавируса подвергает риску 75 миллионов рабочих мест. В 2020 году ожидаются потери до 2 триллионов долларов. Для мирового рынка туризма при объеме туристического рынка в районе 9 триллионов долларов убытки почти 25%. И по деньгам, и по рабочим местам. Для тех, кто не в курсе, туризм это почти 10% глобального ВВП. Эта отрасль обеспечивает работой каждого десятого жителя планеты. Тот же Всемирный совет по туризму и путешествиям посчитал, что в России без работы может остаться больше миллиона человек. А Ассоциация туроператоров России дает прогноз целых 7 миллионов рабочих мест. В денежном выражении потери исчисляются сотнями миллиардов рублей. Кого это касается в первую очередь? Крупных туроператоров. Таких как Pegas, Test Tour, TUI, San Mar. Такие компании продают пакетные туры на курорты Вьетнама, России, Греции, Египта, Таиланда и еще ряда стран. У них свои чартерные рейсы, транспортные компании, тысячи сотрудников и развитая сеть туристических агентств. Далее идут непосредственно туристические агентства. Это как раз те, кто продает продукты крупных и средних туроператоров. Третий в списке это средние и мелкие туроператоры. Они в основном занимаются внутренним туризмом по России. Кто-то из них организовывает туры только в рамках своего домашнего региона. Следующий, кто пострадает, это организаторы авторских туров. Это все Пети, Васи, которые сами придумывают программы путешествий и без лишних посредников продают маршруты клиентам. Сейчас этим активно занимаются тревел-блогеры. Агрегаторам потерь тоже не избежать. Зацепят и сервисы по продаже билетов, и туров, и других дополнительных услуг. Уже сейчас большие убытки терпят средства размещения. Отели, базы отдыха, кемпинги и все те, кто сдает кровати за деньги. Их можно было бы поделить на сетевые и не сетевые, но в России первых незначительное количество. Поэтому пускай будут в одной категории. Плюс из-за того, что кризис по всему миру, то, что ты сетевой, помогает мало. Еще под серьезным ударом общепит. Рестораны, кафе, выездной кеттеринг. Сюда можно отнести тех, кто работает в городе и за городом, в местах, где сосредоточены туристические достопримечательности. Крупные перевозчики в лице авиакомпаний, железных дорог, круизных компаний и автоперевозчиков тоже остановились почти на 100% и несут потери. После них идут мелкие перевозчики. Как правило, это те, кто владеет одной или несколькими единицами техники. В большинстве случаев они сами рулят, сами чинят и сами занимаются продажами. Ну и последний в моем списке, но не последний в принципе, кто пострадает. Это все остальные, кто напрямую или косвенно задействован в процессе обслуживания туристов. Авиакомпании государство, скорее всего, поддержит. На днях Путин поручил выделить им 23 миллиарда рублей. А вот все остальные участники туррынка под вопросом. Для примера возьмем крупных туроператоров. Их размер в данном случае не добавляет устойчивости. Много сотрудников, физических офисов, транспорта. Слишком высокие расходы на содержание бизнеса. По-настоящему крупных операторов в стране около 10. Они продают большую часть пакетных туров. Здесь же будет больше всего пострадавших. Пакетный тур в их случае это чартерный перелет, проживание в отеле, страховка, ну и какие-то мелкие дополнительные услуги. По данным Росстата, в 2018 году всего было продано чуть больше 4,5 миллионов турпакетов. Что в деньгах составило 303 миллиарда рублей. В туристах это почти 9 миллионов человек. Если говорить про все туристические поездки, въездные и выездные, то их в 2018 году было реализовано больше 66,5 миллионов. Где 63% приходится на выезд, а остальные на въезд. В 2020 году их должно было быть еще больше. Доля туризма в российском ВВП плавает в районе 4%, что в денежном выражении чуть больше 3 триллионов рублей. Читал такую статью в ведомостях, что Минэкономразвитие планировало увеличить этот показатель к 35 году до 6%. Для нас, сырьевой державы, на фоне угасающего рынка нефти, туризм это стратегически важная отрасль. Без активного участия государства сейчас, ее придется потом возрождать из пепла. Ну или из говна и палок, кому как удобнее. Падая, лидеры рынка потянут за собой туристические агентства, перевозчиков, отели и дальше по цепочке. Здесь есть условно позитивный момент, так как большая часть нашего бизнеса строится на выезде, то иностранный турбизнес пострадает чуть больше, чем российский. Беспокоится ли нам за греческих или турецких отельеров? Ну, думаю, нет. Перед тем, как записать видео, я опросил коллег о их состоянии сегодня и картина такая. Владельцы семейных отелей, транспорта, туроператоры среднего и мелкого размера почти на 100% погасили свои обязательства по аннулированным заявкам. Когда началась вся эта кутерьма, у нас тоже отменилось две заявки на Байкал, группа по Северной Америке и весенний тур по Голландии. Нам повезло и мы без проблем смогли вернуть деньги клиентам, а вот крупный бизнес, насколько я знаю, такой скоростью возврата средств похвастаться не может. Радует только то, что у них пока есть деньги на счетах и доступ к кредитам, но ненадолго, видимо. Очевидно, что небольшим компаниям этот кризис будет пережить намного проще, чем большим. Здесь самую сильную пощечину, скорее всего, получит золотая середина. Даже если вы к туризму никакого отношения не имеете, учитывая его серьезное влияние на экономику, при падении отрасли какая-то из доминошек может зацепить и вас. Плюс ко всему падает не только туризм. Не уверен, что подскочившие продажи гречки и туалетной бумаги обеспечат беззаботное будущее всем. Какие меры принимает государство? Ну, они снизили ежегодный взнос в резервный фонд ассоциациям турпомощь до 1 рубля. В обычное время его размер составляет от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от количества обслуженных клиентов. Его платят только туроператоры по выездному туризму. Следующее. Предоставили отсрочку по всем налогам, кроме НДС и страховым взносам до 1 мая. Дали возможность малому и среднему бизнесу получать отсрочку по кредитам. Приняли поправки, которые позволяют возвращать деньги туристам из фонда персональной ответственности. Каждый туроператор, который занимается выездным туризмом, ежегодно переводит в этот фонд 1% от выручки на экстренный случай. Вели мораторий на подачу заявлений о банкротстве. И малым и средним компаниям из пострадавших отраслей дополнительно безвозмездно выделяют по одному мрот на сотрудника за апрель и май. Условием этой помощи будет сохранение не менее 90% штата сотрудников на 1 апреля. Еще из свежего это то, что Внешэкономбанк будет гарантировать льготные зарплатные кредиты в размере мрот на каждого сотрудника. Авиакомпаниям, как я уже говорил, выделят 23 миллиарда рублей. И эти деньги можно будет потратить на лизинг, зарплаты, стоянку самолетов и пополнение оборотных средств. В региональные бюджеты еще направят 200 миллиардов рублей, но пока неизвестно, будут ли эти средства стимулировать туристическую отрасль. Какие меры принимает бизнес? Бизнес пытается донести до правительства, что ситуацию в стране нужно признать чрезвычайной. В этом случае по договорам с клиентами можно применить пункт о форс-мажорных ситуациях и при аннуляции поездки снять часть ответственности за происходящее. Как минимум это даст время, чтобы не возвращать деньги клиентам сразу, а исполнить обязательства, когда ситуация нормализуется. Уже сейчас деньги клиентам возвращаются с трудом или не возвращаются совсем. Туркомпании, перевозчики, отели, страховые фирмы предлагают перенести отдых. В этом случае на руках у клиента остается своего рода фьючерс на услугу с открытыми датами по замороженному курсу доллара. Для участников туристического рынка это однозначно спасение, но клиент в этом случае живых денег не увидит. Придется ехать даже если уже не хочется или отказаться, вероятно без возврата средств. Приведу свой пример. Не как представитель турбизнеса, а как турист. Моя семейная поездка в Европу тоже отменилась. Были проплачены билеты у аэрофлота и КЛМ. Через букинг мы выкупили на 100% проживание в Будапеште и Амстердаме без возможности отмены бронирования. У меня была страховка оформлена через альфа-страхование, у жены через ингострах. Результаты аннуляции такие. Букинг вернул в течение недели все деньги. Аэрофлот с боем пообещал вернуть средства в течение 30 дней. Пока ждем. КЛМ дал только ваучер с возможностью в дальнейшем обменять его на билет. Альфа-страхование сослались на какой-то пункт договора. Сказали, что ничего не вернут. Инго-страх деньги вернет, но не сразу. Если коротко, то деньги пока вернул только Букинг Ком. Остальные тянут резину. Крупные российские туроператоры уже объявили о временной остановке выплат по аннулированным турам. Деньги остаются на счетах до лучших времен. Часть этих средств тратится на эвакуацию людей из замороженных стран и на поддержание текущей жизнедеятельности компании. Резюмируя, получается, что если всем пострадавшим вернут деньги, то российский рынок, такой неуклюжий, но с красивыми географическими картами на стенах, рухнет и не поднимется. Помогут ли все эти меры? Зависит от того, как долго это будет продолжаться. Очевидно, что даже если истерия с вирусом закончится сегодня, скорее всего, люди под впечатлением от пережитого будут еще какое-то время откладывать поездки. Каникулы в стране до 30 апреля. За ними последуют майские праздники. А это как раз то время, когда большинство начинает предоплачивать свой летний отдых. Туроператоры в мае и июне обычно на максимальном кэше. Бизнес, который сейчас депонировал деньги в счет оплаты будущих поездок, пережидая кризис, начнет их проедать. Возникают риски банкротства. Меры со стороны государства, на мой взгляд, недостаточные, чтобы все участники рынка смогли пережить локдаун. Плюс рушится не только туризм, падает весь бизнес вокруг. Меры, которые сейчас приняты, абсолютно невнятны и не совсем понятны алгоритмы получения помощи. Возникает еще один вопрос. А все ли достойны спасения? Ну, вопрос философский. Возьмем крупных туроператоров, чей бизнес это больше машина по заполнению гостиничных номеров и кресел в самолетах, чем организация качественного отдыха. По факту их модель бизнеса уже мертва. Достаточно посмотреть на то, что стало с компанией Thomas Cook. До какого-то времени их преимуществом были чартеры с дешевым ценником на перелеты. Но сейчас приходят лоукостеры и их становится все больше. Новое поколение вообще путешествует по-другому. У них совершенно другие потребности и паттерны. Может мы хотим спасти авиакомпании, тарифы которых делают путешествия по России абсолютно непривлекательными. Или может санатории и лагеря, эти руины 70-х годов. Или сервис, который тебе разве что не посылает. Или заповедники, которые скоро будут разрешать посмотреть природу только на фотографиях. По сути мы переживаем за то, чего у нас нет. Это востребованный и конкурентный туризм. Нужно признать, что никто не был готов к событиям, которые будут разворачиваться так быстро и драматично. У кого-то есть подушка безопасности, у кого-то нет. Будут те, кто выживет и без мер поддержки, и те, кого даже поддержка не спасет. Есть сильные и слабые, есть нужные, не очень. Если предоставить сложившимся условиям провести зачистку без нашего вмешательства, однозначно в череде бесполезных попадутся и достойные. Я считаю, что сейчас необходимо спасти все, что можно спасти, а разбираться в том, кто был этого достоин уже потом. Что дальше? Дальше произойдет еще один кризис. Только в мозгах. И только потом рынок начнет обновляться. Российскому туризму с его совковым подходом и так следовало это сделать. Кризис просто ускорит этот процесс спинка. Сейчас предприниматели с дымящимися булками думают, за что схватиться. Новые продукты, автоматизация процессов, перевод всего физического в онлайн, блоги, ютуб-каналы, агрегаторы, глэмпинги, кооперации, коллаборации, переходы в индивидуальные туры и вип. В ход пойдет все, и для кого-то это будет агония на последние деньги. То рынок России сейчас кричит, что диджитализация – это наше будущее. Если трезво посмотреть на ситуацию, то самые доходные ниши в travel digital уже заняты. Чтобы создать им конкуренцию, нужны такие деньги, которые есть у одной тысячной процента. И давайте будем честными, вы за 30 лет сайт себе нормальный сделать не могли. Сейчас все надеются на взрыв внутреннего туризма. Уповая на то, что Европа будет закрыта, все начнут путешествовать по России. Наша инфраструктура, к сожалению, к этому не готова. Мы можем предложить альтернативу за границей только в сегменте активного отдыха. И только для обеспеченной аудитории. Здесь Россия в небольшом количестве может предложить продукт. В бюджетном сегменте – это выжимание воды из камня. У бюджетного туриста сейчас есть два варианта. Первый – отдыхать в своем регионе. Второй – если денег чуть больше, золотое кольцо, курорты Крыма и Краснодарского края. Ни о каком Байкале, Алтае, Карелии, тем более Камчатке, взамен Турции и Таиланду речи быть не может. Здесь я говорю даже не про тип отдыха, а про стоимость, потому что это основной определяющий фактор. После того, как мы преодолеем все карантины, самоизоляции и увидим, что чуда не происходит, потребность меняться станет очевиднее. Может быть, поймем, что студентов на туристических факультетах нужно обучать усерднее. Маркетинг и пиар российских регионов нужно делать не в печатных каталогах, а на YouTube-каналах иностранных блогеров. По асфальту и брусчатке к водопаду гораздо приятнее идти, чем по колено в грязи. Если сделать авиабилеты дешевле, то увеличится суммарный турпоток и сезонность как-то меньше станет ощущаться. Инвестировать станет не так страшно. Да и возросшая конкуренция цену путешествий, возможно, по России спустит с небес, а там, может, и иностранцы возраста 25 плюс поедут. Не забывайте, что сознание потребителей изменится тоже. Вопросы гигиены, безопасности, отношения к большим скоплениям людей и контактам с ними. Мировому туризму придется подстроиться под это. Все, что можно, убрать в онлайн, ликвидировать ресепшены, питание давать в номер, сборные туры на свалку, уборка в отелях и Airbnb-шных квартирах по новым стандартам и еще миллион разных санитарных и изолирующих извращений. Но все это чуть позже, а пока нужно пристегнуть ремни и наблюдать у нас у всех билеты в первом ряду. Скажите, что думаете по этому поводу, планируете ли путешествия в ближайшее время, если да, то в какую страну и в какой месяц? Страшно ли вам, что будет вторая волна или нет? Может, задумываетесь о путешествиях по России? Поедете ли через туроператора или самостоятельно? Также будет интересно услышать мнение коллег о ситуации, которая сложилась и о том, какие меры вы принимаете. Если вам было интересно смотреть видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик.